Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за теми динамиками, которые показывают основные валютные активы, на которые мы делаем каждодневную спекулятивную ставку. Сегодня у нас суперчетверг и звание это будет оправдывать соответствующий новостной фон английского происхождения. И сегодня мы будем следить преимущественно за макроэкономическими отчетами британского происхождения, потому что, полагаю, учитывая, опять же, ожидания трейдеров и те макроэкономические релизы, которые у нас есть на повестке дня, могут создать достаточное основание, может быть, даже для определения средних либо долгосрочных ориентиров по позициям фунта. Поэтому максимум фокуса внимания сегодня на британскую валюту, но, собственно, о ней я еще в ходе брифинга поговорю и, соответственно, к ней мы вернемся. Давайте не будем нарушать наш привычный сценарий. Напоминаю, что сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Ammarx. Чтобы воспользоваться этим бонусом, также ничего не меняется, как и раньше, нужно просто связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять это слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 6,5%, что касается кодового слова, то приурочим его как раз к сегодняшнему фундаментально насыщенному дню и обозначим в качестве такового слова бодрости. То есть, немного, конечно же, я изменил наше привычное, скажем, напутствие начальное и решил обозначить кодовое слово в начале брифинга, но я думаю, что это не проблема. Соответственно, давайте тогда переходить к нашим вступительным активам и начнем традиционно с позиции бренда. Актуальные котировки на текущий момент 48,73. Если днем ранее мы видели, как бренд, учитывая, опять же, общий фундаментальный фон, характерный для него, смог зацепиться за сопротивление 50 долларов за баррель, мы прекрасно понимаем, с чем это было связано. Ливия и Бразилия. Ливия, в частности, сообщение о том, что, исходя из блокирования работы одного из ключевых нефтяных терминалов, производство может снизиться. И прилично, на самом деле, упав, наверное, до менее чем 400 тысяч баррелей, соответственно, в сутки. Что касается Бразилии, здесь забастовка нефтяников, она продолжается. Вот раз сегодня у нас четверг, соответственно, началось оно в воскресенье, 5 дней. Но я думаю, что, опять же, накал срастей уже понемногу стихает. И тот факт, что по итогам вчерашней торговой сессии мы увидели, то, что бренд показал абсолютно такую же в плане волатильности и, скажем, ценовых изменений торговой сессии, как и ранее, только уже с обратной тяги, указывает на то, что Ливия и Бразилия, как два фундаментальных обстоятельства и фактора, сдулись даже гораздо быстрее, чем я предполагал. И, по сути, рынок уже забыл о том, что такие были, и такой фонд создавал, скажем, повышенные интересы для длинных спекуляций по позициям черного золота. Сейчас трейдеры понемногу, вчерашняя сессия тому доказательства, возвращаются к прежнему фундаментальному фону, а здесь мы вооружены на 100%, потому что знаем, что прежний фундаментальный фонд – это то самое избыточное предложение, это перепроизводство, это слабость мировой экономики и отсутствие надежд, наверное, на адекватные и стоящие показатели с точки зрения спроса. Хочу также обратить ваше внимание на то, что по итогам вчерашней торговой сессии касательно нефти было обозначено еще два очень интересных инфоповода. Во-первых, это публикация данных по запасам нефти США. Они снова выросли, фактическая цифра, плюс 2,8 миллиона баррелей за прошлую неделю. И напомню, что позапрошлая неделя также зафиксировала прирост, правда, чуть поменьше – 2,7. Но в целом, если мы, опять же, уже будем говорить про тенденцию последних недель, у нас цикл из шести недель, то есть более месяца, когда мы констатируем прирост запасов. Разумеется, мы ожидали это. Я отмечал неоднократно, что на локальный фактор прироста запасов обязательно нужно делать ставку, потому что локально он сможет оказать нам еще одну поддержку с точки зрения объяснений и обоснования верности занятия тех коллекционных позиций, которых мы придерживаемся по Brent и WTI. Плюс ко всему, вчера вышли данные по объемам производства нефти США. И здесь я снова хочу констатировать факт увеличения выработки, на самом деле на очень серьезную, мне кажется, величину. Плюс 48 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, фактические объемы сейчас в рамках США достигли уже уровня 9,16 миллионов. Может быть, это связано как раз с теми стратегическими планами, которые были анонсированы буквально неделю назад и они касаются возможности продажи стратегических запасов. Более 50 миллионов баррелей, которые США планирует раскидать по мировым рынкам буквально до 2025 года. Может быть, это связано и с другими причинами. Сейчас гадать, конечно же, не будем. Самое главное, мы получили статистику, мы получили факт подтверждения и, соответственно, у нас вкупе с абсолютно точным, четким представлением того, что и в России растут объемы. Я также напоминал вам о том, что это связано с тем, что федеральный бюджет сейчас ищет дополнительные источники покрытия дефицита и приняли решение, скажем, увеличить в рамках российских нефтяников производство, чтобы поднять тем самым налоговую базу. Соответственно, это российскому бюджету в 2016 году позволит получить дополнительно 50 миллиардов рублей. Но будем надеяться, что эта сумма окажется существенной, чтобы хоть как-то снизить тот негатив, который мы имеем и постоянно отмечаем в рамках российской экономики в целом. Действительно, бюджет сейчас испытывает очень трудные времена. Мы видим его кризисную, скажем, дефицитность и финансовые, разумеется, монетарные власти, которые призваны поддерживать стабильность финансовой системы Российской Федерации, ищут, разумеется, источники покрытия этого дефицита. Что касается прочих производителей, мы по-прежнему ожидаем дополнительных объемов со стороны Ирана. И не забывайте о том, что уже очень скоро будет заседание ОПЕК очередное, где на повестке обсуждения поднимут, скажем, вопрос, связанный с возможностью пересмотра квоты. Но забегая вперед, хочу сказать, что квота, скорее всего, не будет пересмотрена, потому что, если бы были какие-либо основания для этого, ОПЕК, наверное, бы уже давно зашевелился и создал те условия, которые могли бы вывести стоимость черного золота на те комфортные уровни, которые были на финансовых рынках ранее, скажем, в 2012-2013 годах. То есть, выше 80 долларов за баррель по Брэнду. Но, ОПЕК, буквально до сегодняшнего дня никаких серьезных правильных решений для того, чтобы изменить ценовую конъюнитуру, не сделал. А значит, в рамках ближнего восточного картеля, как я уже отмечал, есть, скорее всего, свой план, как сдерживать, соответственно, цены. И все это проводится для того, чтобы сохранить, а может быть, даже расширить собственную долю на энергетическом рынке. Поэтому по Брэнду мы по-прежнему придерживаемся с большей вероятностью, конечно же, сохранения потенциала коррекции. Ждем возвращения этого актива в район 47 долларов за баррель. Учитывая то, что сейчас актив торгуется на уровне 48.73, в принципе, сделать пару долларов вниз ему ничего не стоит. Поэтому хотелось бы, конечно же, добраться до нашего ближайшего ориентира уже совсем скоро. Но я думаю, что в случае усиления позиции американца, на что мы делаем большую ставку, разумеется, под еще большим давлением окажется и нет. Ждем 47, еще более долгосрочная цель 45. Что касается российской валюты, актуальной ликтировки 63.34. Видим то, что после серьезной просадки Брэнда снова сдала позиции и российская валюта. Если мы конвертируем, опять же, стоимость барреля нефти с точки зрения рублевого эквивалента в российскую национальную валюту, получится то, что баррель нефти с учетом актуальных цен сейчас стоит 3086 рублей. Очень мало. Поэтому ждем еще один виток девальвации, чтобы хоть как-то добраться до минимального уровня достаточности доходной части федерального бюджета. Напомню, что эта цифра выше 3300 рублей. Интересных макроэкономических событий по российскому рынку нет, но сегодня у нас будут обновленные данные по инфляции. Соответственно, завтра в ходе брифинга я обязательно отмечу, что у нас по этому показателю в рамках российской экономики. Но полагаю, что учитывать девальвацию российской валюты, есть и больше риски того, что индекс потребительских цен снова набирает десятые процента и, соответственно, создает еще большую нагрузку на потребительскую активность и, соответственно, на темпы экономического роста. В общем, от негатива пока не удается избавиться и по российскому валютному активу. Ждем закрепления выше 65, а потом и при возможности еще большей просадки бренда пойдем на уровень 70. Идем далее. Европейская валюта против доллара. Клосс вчерашнего дня 1.08.42. Напомню, что наша ближайшая цель после того, как пробили поддержку в районе 1.10.1.08, еще чуть-чуть осталось, и мы доберемся до этого важного для нас рубежа. Потому что долго мы, конечно же, придерживались коррекционного настроя по главному валютному риску. Видели, конечно же, и выпады восходящего характера. Но это было, наверное, объяснимо, логично, потому что рынок не может, скажем, в одном ключе двигаться только в рамках одного выбранного вектора. Поэтому я всегда делаю ставку на то, что наша идея долгосрочного характера, а долгосрочность идеи, разумеется, подразумевает возможности локальных выпадов в противоположную от стороны открытия сделки. Поэтому по евро мы по-прежнему придерживаемся коррекционного настроя. Что касается вчерашней торговой сессии, то, учитывая, что евро снова корректировался, и, в принципе, коррекция продолжается уже буквально с самого начала этой недели, вчера был достигнут минимум за три последних месяца. Трейдеры, участники рынка продолжают спекулировать на возможности расширения программы количественного смягчения европейским центральным банком. Ну и плюс ко всему против европейской валюты сейчас действует и национальная макроэкономическая статистика. Вчера были опубликованы данные по индексам производственной активности в сфере услуг Германии и еврозоны. И отчеты на самом деле снова плохие, в частности по Германии 54,5 против прогноза 55,2. Еврозона 54,1 против прогноза 54,2. Соответственно, слабости сектора услуга можно интерпретировать в качестве еще одного риска, сохраняющегося риска для этого сектора и для темпов экономического восстановления. Что касается других отчетов, также в рамках вчерашней торговой сессии был опубликован индекс цен производителей. Снова отрицательное значение, минус 0,3%, но никак ему не удается выбраться из красного сектора. И снижение этого отчета, разумеется, создает основания для еще большего давления на индекс потребительских цен, потому что индекс цен производителей фактически очень часто интерпретируют как предвосхищающий отчет, фактически данные по инфляции в регионе. И получив вчера еще одно свидетельство того, что индекс потребительских цен находится под давлением, значит мы с еще большим упорством продолжаем делать ставку на возможность расширения программы количества смягчения, а может быть даже на дополнительные инструменты экономических стимулов в рамках Европейского Центрального Банка. В целом, с какой бы стороны мы ни зашли, через расширение программы QE, через продление сроков действия этой программы, через снижение ставки по депозитам, ставки рефинансирования, все равно это мера экономического смягчения, которая будет топить европейскую валюту и провоцировать ее еще больше ослабления. Против евро в рамках вчерашней торговой сессии выступили еще и комментарии представителей ЦБ Констанцию и Кире, которые в очередной раз отметили риски низкой инфляции, но мы это знали и без них, потому что даже тогда, когда они сомневались несколько месяцев назад, мы уже говорили о том, что индекс потребительских цен с учетом текущей экономической конъюнктуры по энергоносителям не сможет выкарабкаться из текущих ничтожно низких значений без дополнительной поддержки со стороны ЕЦБ. Сейчас в качестве отголосков мы видим уже соответствующие формулировки со стороны высокопоставленных европейских чиновников, что, наверное, можно, пусть и с, скажем, опоздавшим эффектом, закладывать и дополнять нашу коррекционную идею по паре евро-доллар. Против европейской валюты также играет сейчас и сильная макроэкономическая статистика, поэтому по США. И плавно в связи с этим предлагаю перейти к паре USD и иены, потому что вчера доллар продожил восходящее бычье ралли и добрался, по сути, до августовского максимума – 121.70. Это был хай. Закрытие торговой сессии чуть пониже, но чуть-чуть – 121.55. И в целом мы видим то, что доллар очень неплохо сейчас чувствует себя на рынках и, соответственно, оказывает абсолютно оправданное фундаментальное давление на своих основных конкурентов рискового характера. Ну и также на защитные, потому что в данном случае японская валюта – это такой же кластер защитных инструментов, как и сама американская валюта. Говоря про вчерашнюю макроэкономическую статистику и фундаментальный фонд США, вышли данные по EDP, состояние американского рынка труда. Они характеризуют этот отчет, который предваряет пятничные данные по non-farm payrolls. Я отмечал, что если EDP показывают хорошую статистику прирост, значит, можно готовиться к не менее сильным данным и по non-farm payrolls. EDP оказались очень хорошими. В частности, фактически показатель 182 тысячи, прогноз 180 тысячи. Значит, как я уже отметил, с еще большим упорством верим в последующий рост доллара и, соответственно, в хорошие данные по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора, которые будут опубликованы уже завтра. Non-farm payrolls, ключевой отчет американского рынка труда, может быть даже и один из наиглавнейших макроэкономических релизов, характеризующих состояние американской экономики. Плюс ко всему, вчера были опубликованы данные по индексу производственной активности сферы услуг ISM и Market, но здесь, наверное, большую ставку стоит делать на ISM, более объективный отчет и статистика очень хорошая. В частности, показатель активности в сфере услуг по версии ISM добрался практически до уровня 60. Это многомесячный максимум. И, учитывая последний комментарий ФРС о том, что теперь американский мегарегулятор будет преимущественно следить за статистикой национального происхождения и менее обеспокоен уже событиями, развивающимися на мировых рынках, значит, статистика радует, указывает на сохранение позитивного восстановительного тренда и готовит нас к тому, что в рамках декабря мы, скорее всего, дождемся нормализации денежно-кредитной политики со стороны ФРС и, то есть, повышения процентной ставки. Вчера еще состоялась конференция председателя ФРС Жанет Хеллин, и она весьма недвусмысленно намекнула на то, что все-таки как раз повышение процентной ставки и ужесточение монетарной политики стоит ожидать до конца этого года, как и предполагалось ранее. После публикации хороших макроэкономических данных, после выступления Жанет Хеллин, вероятность повышения процентной ставки сразу серьезно подросла. Если до этого она была ниже 50%, то сейчас 58%. А значит, если в течение этого месяца мы будем получать дополнительные сигналы восстановления различных секторов через макроэкономические релизы, значит, каждый серьезный макроэкономический отсчет, можно прям так и сказать, будет прибавлять к этой вероятности процента или два. И к декабрю, соответственно, мы подойдем уже с общей картиной состояния американского рынка в целом. Ну и снова попробуем спрогнозировать возможные действия перед заседанием ФРСа. Но я считаю то, что ФРС все-таки, наверное, перейдет от слов к делу и, наконец-таки, даст рынку то самое серьезное фундаментальное основание, которое было обещано уже очень давно, но с которым ФРСа в последнее время очень тянет. Поэтому ждем еще большего роста американца против японской иены. Наша цель уже, поскольку мы пробились за ближайшее сопротивление 121, идем дальше 122.50, но совсем долгосрочная цель 125. Фунт против доллара. Вчера вышли данные по индексу PMI в сфере услуг. Статистика очень хорошая и, честно говоря, она имела все основания, чтобы оказать локальную поддержку фунту. Почему? Потому что сфера услуг, как я уже отмечал, является одним из ключевых секторов для британского рынка, для британской экономики. Если промышленное производство мы несколько игнорируем, то сфера услуг, которая делает больше 60% для ВВП, соответственно, может стать серьезным, скажем, драйвером для оздоровления экономики и достижения более стоящих и оптимальных показателей экономического расширения. Но трейдеры, даже несмотря на сильные макроэкономические данные по сфере услуга, предпочли пока не оторопиться с покупкой британской валюты. И правильно сделали, потому что лучше было бы сохранить выжидательную позицию, особенно в преддверии сегодняшней торговой сессии, так называемого «Суикерчетверга». Почему? Потому что сегодня, буквально с 15.00 по московскому времени, у нас будет серия, блок, кластер макроэкономических данных британского происхождения, протоколы, ставка в окуп активы, прогнозы по инфляции, по темам экономического роста, голосование членов в пользу повышения процентной ставки. И после этого еще и конференция руководителя Банка Англии КАРН. Не будем останавливаться, конечно же, подробно на каждом этом отчете. Прежде всего, нас будет интересовать прогноз по инфляции и, соответственно, позиция голосующих членов монетарного кабинета Англии в пользу изменения политики монетарного курса. И я считаю то, что прогноз по инфляции, скорее всего, будет пересмотрен на понижательную сторону, значит, индекс потребительских цен останется под давлением и Банк Англии уже солидарным решением придет к тому, что лучше пока не торопиться с ужесточением монетарной политики и подождать ФРС сначала, потом еще потерпеть, может быть, полгодик, может быть, даже год. И только после этого, после повторной оценки общей экономической конъюнктуры, характерной для всех рынков, уже задумываться о том, чтобы прицепиться паровозиком, соответственно, к американскому мегарегулятору и также пойти на повышение процентной ставки. Если сегодня будет все развиваться в том ключе, который я сейчас анонсировал, значит, фунт окажется под давлением и пойдет к той цели, ближайшей, которую мы поставили, в принципе, еще на прошлой неделе. Отмечал также, что сейчас стоит придерживаться инвестиционной идеи для тех, кто еще не в сделке. Селл-стоп уровня 1.53.50, тек-профит 1.52, стоп-лосс 1.54.50. Но уверен в том, что сегодняшняя торговая сессия будет очень волатильной. Что касается других валютных пар, USDCAD стоит отметить, потому что каналийцы сейчас очень неплохо слабеют и, соответственно, снова стремиться к реализации той инвестиционной идеи, которую мы анонсировали ранее. Я напомню, что мы ждем по USDCAD уровень 1.35 на долгосроке и объясняем это соответствующей слабостью канадской валюты, снижением цен на энергоносители, катастрофическими показателями по промышленному сектору, падением экспорта, пересмотренными показателями по темпам экономического расширения, в частности, на 2015 год в идеале добраться до экономического расширения в 1%, 2016 год – 2%, 2017 – 2,5%. Но я думаю, что это оптимистичные на самом деле цифры, они будут еще пересмотрены на негативную сторону. И учитывая то, что инфляция снижается, значит, я снова возвращаю вас к идее того, что Банк Канады реально может пойти на еще один шаг по смягчению экономической политики, что станет серьезным аргументом для еще большего ослабления. И в противовес этому фундаментальному фону выступает уже американская картина и, соответственно, статистика и ожидание повышения процентной статуры. То есть, это тот же самый контраст, который сейчас характерен для многих тандемов у валютных активов. Поэтому USDCAD стремимся повыше в район 1,35. USDCAD – основа, возвращаясь к этому дуэту валютных активов. Актуальная котировка 0,9930. Честно, уже хочется добраться до паритета, потому что долго мы ждем этого значения. Тогда, когда остается 70 пунктов, я прекрасно понимаю, что произойти это может буквально в рамках одной торговой сессии. И при самом оптимистичном сценарии, я полагаю, что до паритета мы сможем добраться уже к концу этой пятидневки, то есть после выхода пятничных нон-фарм перлесса. Еще чуть-чуть, соответственно, те, кто присоединился к этой инвестиционной делке и к моим рекомендациям с уровня 95, 0,96, уже в хорошем профите, те, кто не присоединился, здесь, конечно, уже рискованно, потому что может, конечно же, и произойти обратная тяга вследствие недостаточно оптимистичных данных по американскому рынку труда. Поэтому я бы все-таки рекомендовал тем, кто вне рынка сейчас, по этой валютной паре, воздержаться от рейдинга. Ну, а те, кто в сделке, ждем паритетного значения и, соответственно, готовимся к еще одному профитному результату. Австралиец против доллара. Вчера мы слезали наш селс-топа, в частности, он был на уровне 0,71.50. Продаем актуальная котировка 0,7148. Напоминаю, что тейк-профит в районе 0,70, но поскольку мы уже оказались в сделке, предлагаю даже пересмотреть уровень стоп-лосса, подтянуть его до уровня 0,72. И хотел также отметить еще новозеландцы. Сейчас находится под серьезным прессом, особенно после тех слабых данных, которые мы получили по новозеландскому рынку на труда. Селс-топ у нас был на уровне 0,6620. Сейчас 0,6591. Мы в сделке и уже в профите. Соответственно, ждем серьезного профитного ориентира. Тейк-профит 0,64. Стоп-лосса держим также на уровне 0,67. Из сегодняшних важных макроэкономических событий, как я уже отметил, ориентируемся на фон британского происхождения. Еще стоит также обратить внимание на заявки пособия по безработице в рамках США. И в 20.30 по московскому времени состоится пресс-конференция одного из голосующих членов ФРС Дениса Локарда, нашего друга, который неоднократно высказывался в пользу того, что нужно уже переходить к ужесточению монетарной политики. Полагаю, что он также может оказаться дополнительным драйвером для укрепления позиций доллара. Еще раз напоминаю, что кодовое слово на сегодня «Бодрость», величина бонуса 6,5%. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Ну и также пользоваться форумом «Амаркетс», где у меня есть своя ветка. Задавайте ваши вопросы и там. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok